Христос Воскресе! В неделю слепом читается Евангелие об исцелении слепорожденного. В этой истории много интересного и поучительного для нас. И на первый план выходит чудо духовного прозрения этого человека. Он был слепорожденный, то есть слепым от рождения. И Господь даровал ему прозрение не только телесное, но и духовное. Ибо в этом человеке, который принес ему исцеление, слепец увидел человека Божия. Или говоря тогдашним языком, увидел пророка. Он еще не знает, что это Спаситель мира, что это Мессия. Но то, что это Человек Божий, он уже это увидел. А те, которые были грамотными, которые хорошо знали Писание, богословски образованными были, они в Иисусе не могли увидеть Христа и не хотели этого видеть. И поэтому интересна эта история, когда они призывают многократно этого слепца вчерашнего для допроса и задают вопросы ему и пытаются натолкнуть на нужный для них ответ, призная, что это Человек грешный. В субботу не может быть от Бога такого чуда. Не может быть такого. А он отвечает, не знаю, грешный человек или негрешный. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его. И вот на второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, помимо духовного прозрения этого человека, я хотел бы обратить ваше внимание на тот момент, что он очень верно заметил. Мы знаем, что грешных Бог не слушает. Не может человек грешный чудо совершить. Не может ничего сверхъестественного совершить человек, который грешный. Да, он может молиться, и Бог его молитвы слышит в том плане, что покаяние грешный человек может и спросить. Спасение от какой-то беды, несчастья, вопль молящегося сердца. Даже грешного человека Бог слышит. Но чтобы чудо совершить, мы знаем, что грешных Бог не слушает, говорит этот слепой. И я хочу эти слова напомнить тем, кто в жизни своей бывает крайне суеверен. Кто склонен во всякой своей неудаче, в беде, в болезни, в каких-то неурядицах, в виде действия других людей, которые якобы и нашептали, или испортили, или сглазили. Не будьте, дорогие мои, суеверными. Суеверие – это грех. И когда в вашей жизни что-то случается не так, как вам бы хотелось бы, не так, как мы ожидали бы, не думайте, что это сглаз или порча, или шептание каких-то нехороших людей, которые, безусловно, существуют, эти люди нехорошие. Может быть, и есть такие, которые к вам недоброжелательно настроены, но ваши беды, несчастья, болезни и вообще ваша судьба, она в руке Божией. Помолитесь, чтобы Господь даровал и вам духовное прозрение, чтобы за событиями вашей жизни, за всеми ключевыми поворотами вашей судьбы, вы увидели эту любовь Божию, этот промысел Божий, который даже и через скорби человеческие нам приносит благо. Вот от такого духовного прозрения, глядя на этого слепца, и читая эти евангельские строки, хочется пожелать всем и каждому. Как сказал апостол Павел, знаем, что любящему Бога все содействует к Его благу, все содействует к Его благу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова